Приветствую зрителей Политека Онлайн, я Екатерина Шумила, мой гость сегодня Валентин Землянский, аналитик альтернативного экспертного правительства. Валентин, рады вас видеть. Добрый день. Хочется сегодня нашим зрителям подробно рассказать, чего ждать дальше от местных выборов, потому что мы сегодня уже можем говорить об их результатах. Мерская партия победила, региональная власть, если можно так сказать. И мы помним, как в «Слуге народа» Арахамия говорил о том, что «Слугам народа» даже выгодно проиграть эти выборы, потому что ни за что не придется отвечать. Во-первых, согласны ли вы с этим? И второй момент, чего ждать от «Слуг народа», а не ждать ли палки в колеса местной власти? Прекрасная позиция правящей партии. А мы вообще собирались проиграть. И нам это было совершенно неважно. А страной как управлять дальше? Собственно, возникают вопросы. И заявления относительно того, что «Слуги народа» будут переходить в оппозицию. В оппозицию к кому? Вот, честно говоря, в регионах. Мы переходим. Правящая коалиция переходит в оппозицию в регионах. Замечательно. Мне сложно сказать, как будет дальше развиваться ситуация именно по отдельным областям, потому что в данном случае речь идет о том, что там, скажем так, там меньше влияния идеологии и политического брендирования. Там больше все-таки такая коммерческая корпоративная связь. Она превалирует. И, соответственно, цвет знамен и флагов, он в значении имеет весьма вторичное для той политики, которая осуществляется на местах. А особенно сейчас в условиях децентрализации и перераспределения, в том числе доходов, которые будут, по идее, в большей части оставаться на местах. Открытым вопросом остается другой. Получится ли за счет местных бюджетов удерживать всю эту нагрузку, все те обязанности, которые возложены на регионы? Например, с точки зрения содержания здравоохранения, образования. То есть вот те вещи, которые переложили на плечи местных советов и местных бюджетов. Это будет достаточно большой вопрос. Ну и, наверное, с политической точки зрения, если брать уже комплексно и смотреть на ситуацию с точки зрения проигрыша слуг народа, встанет вопрос, рано или поздно, я думаю, что, скорее всего, рано, насколько легитимна на сегодняшний день Верховная Рада. Я понимаю, что это не является основанием для распуска парламента, но, тем не менее, мы попадаем в ситуацию аналогичную годичной давности, но чуть больше, чем год, когда Весвензеленский распускал парламент 8 САЗИ. Вы, так сказать, политические банкроты. Ваша власть не соответствует ожиданиям, надеждам и чаяниям простых украинцев. Поэтому, наверное, надо распуститься. Я думаю, что с этой мотивацией будет выступать сейчас и оппозиционная платформа «За жизнь», и европейская солидарность. То есть они начнут зажимать господина Зеленского в определенные политические тиски либо с целью политического торга, либо с целью доведения ситуации до перевыборов. Формальным поводом может стать, например, отставка правительства с последующим отсутствием коалиции, либо распад коалиции внутри, либо неназначением Кабинета министров. При всем при том, что это остается правом, а не обязанностью господина Зеленского, распуск Верховной Рады имеется в виду. Я думаю, в любом случае, если инстинкт политического самосохранения превозобладает, я не исключаю, что к весне мы можем прийти в ситуацию перевыборов Верховной Рады, потому что если пойдем через ситуацию с Кабинетом министров, давайте вспомним, как долго собирали Кабинет Шмоголя и чуть ли не за руку ловили в куларах Верховной Рады министров или кандидатов на министра. Не хочешь ли ты побыть министром энергетики? Часть министров до сих пор находится в состоянии исполняющих обязанностей. Поэтому кадровые проблемы достаточно большие у слуг народа, и с политической точки зрения легитимность их власти становится очень большим вопросом после подведения итогов местных выборов. Валентин, очень важна социальная сфера жизнедеятельности нашей страны как раз в регионах. Насколько действительно мэры и местная власть самостоятельны в этом вопросе, чтобы обеспечить население местное всем необходимым? И возможно ли наоборот более плотное и плодотворное сотрудничество с центральной властью после этих выборов? Я не уверен насчет полплодотворного сотрудничества, по крайней мере, исходя из тех димашей, которые мы видели со стороны, по крайней мере, мэров. Так это точно, начиная с мэра Черкасс. Потом мы видели димаши мэров западных областей, которые, допустим, не соглашались с введением той или иной карантинной зоны или, например, отказывались от исполнения законов, принятых парламентом, в частности, закона об азартных играх. То есть, насчет плодотворного сотрудничества у меня очень большие сомнения. Это позиция номер раз. Позиция номер два. Насколько мэры и местные советы смогут исполнять возложенные на них обязанности или выполнять те обязательства, взятые перед избирателями? Вы знаете, к сожалению, ментально, ну так сложилось в Украине, что ментально без надсмотрщика, извините за такое слово, выполнять возложенные обязательства на чиновников, им становится или на политиков, им весьма сложно, слишком велик соблазн и велики финансовые потоки, которые проходят по бюджетным ведомостям. Поэтому у меня сейчас вопрос, на который нет ответа, ну, по крайней мере, у меня нет ответа. Как центральная власть, как Киев собирается контролировать выполнение местными советами или там мэрами возложенных на них обязательств, в том числе и расход, в первую очередь, расходование бюджетных средств, которые они получат, то есть тех доходов, которые получат местные бюджеты. Я понимаю, мы можем говорить с вами о национальной полиции, о службе безопасности Украины, но давайте очень четко понимать, знаете, есть поговорка очень хорошая, что райотдел не от слова район. Потому что в данном случае мы же прекрасно понимаем, что местной элитой являются как раз прокуроры, судьи и представители правоохранительных органов, которые находятся в очень тесной связке с местной властью, ну, по сути, и сами являют местную власть. Поэтому вот, честно говоря, как бы это ни привело к абсолютно обратным результатам, когда деньги вроде бы и есть, а вот выполнение социальных функций, тем более, когда, по сути, само государство, правительство, да, будем брать так, центральная власть, киевская власть, пытается максимально дистанцироваться от выполнения своих социальных обязательств, и мы это видим, собственно говоря, и по сфере образования, и по сфере здравоохранения, и по коммунальной сфере. Вот здесь вот весьма и весьма все печально, как бы с попытками перебросить это все на местные советы, на местный уровень. И не факт, что местная власть сможет с этими проблемами и с этими вызовами справиться. Вот как раз хотелось бы подробнее рассмотреть коммунальную сферу, и отопительный сезон в Украине уже начался практически везде. Насколько возможен его срыв? Потому что несколько лет назад мы уже помним подобную историю, когда был срыв отопительного сезона, и приходилось подключаться самому даже президенту к тому, чтобы ситуация стала лучше. Сейчас это возможно? Нет, ну я помню эту эпическую историю. Она началась с Киева, а потом это все приобрело такой лавинообразный характер, когда цепная реакция пошла уже по другим регионам. То есть на самом деле что происходит? Та задолженность, которая возникает у предприятий коммунальной энергетики, не всегда она оправдана, то есть не всегда она реальна, скажем так. Есть задолженность, которая носит искусственный характер ТКЕ перед НАК, «Автогаз Украины», она вешается, по сути дела, на местные бюджеты. То есть НАК выставляет ультиматум, либо вы гасите долги теплокоммунэнерго, либо, извините, мы не дадим вам газ для прохождения отопительного сезона. Но вот угрозы шли относительно 45 городов. Пока я, честно говоря, не видел больше сообщений, ну что где-то был сорван. Сорвано начало, ну там собирались начать отопительный сезон, и было сорвано начало запуска тепла. Поэтому давайте подождем, посмотрим за развитием ситуации. Но проблема, опять же таки, в том, что ее нельзя решать на местном уровне. То, к чему стремится на сегодняшний день правительство и центральная власть. Потому что переброс, скажем, тарифообразования на местные власти моментально его политизирует. Ну, давайте понимать, что мы живем в тех реалиях, в которых мы живем. Конечно, все бы хотелось, чтобы самовредование, демократические процедуры, они функционировали у нас как бы на местном уровне. Все с высокой правовой культурой отдавали себе отчет своих действий, с высокой степенью ответственности. Но мы же все понимаем, что это как бы не о сегодняшнем дне, так это точно. Помните, еще вспомнилась история с садовым и историям во Львове с мусором. Сколько месяцев длилась эта история? Не, ну вот это яркий-яркий пример. А есть более яркие примеры. Ну, то есть вот тарифы, да. Цены на энергоносители, да. Более того, сейчас речь идет о том, что, возможно, там, как одно из решений, один из вариантов решения, например, ситуации с долгами на рынке электроэнергии, это будет увеличение тарифа для населения, цен для населения на электроэнергию путем аннулирования льготных 100 кВт, первые 100 кВт-часов, которые потребляются. Пока это под вопросом. Мы видим это по ценам на газ. На сегодняшний день «Нафтогаз» как бы говорит или ко мне, или никак. А вот, а соответственно «Облгаза» вынуждены закупать газ. И вот мы пришли к ситуации, когда вот, я ради интереса вот сегодня посмотрел стоимость газа у «Киевгаза». Тут тоже «Фирташа» не обвинишь, потому что «Киевгаз» как бы не относится к группе компаний «Господина Фирташа», да, бывшей региональной газовой компании. Цена на ноябрь месяц будет составлять 8800 гривен, то есть 8,8 за кубометр. «Нафтогаз» на ноябрь месяц предлагает 6,3 за кубометр. Причина очень простая, то есть «Нафтогаз» оперирует газом внутренней добычи, не собирается выставлять его на рынок. Правительство продолжает политику дистанцирования, то есть создание вообще независимой компании в лиценах «Нафтогаз» Украины, причем, заметьте, государственной. То есть мы видим это по выполнению требований меморандума с Международным валютным фондом, когда назначение на должность предправления отдается на откуп наблюдательному совету, раз. И второе, из целей деятельности компании напрочь убираются обязанности по структурным преобразованиям отрасли и по обеспечению украинских потребителей. Это сейчас есть в действующем уставе. Пятая статья устава. Вот эту статью очень технично подрезают, и в новой версии устава НАК «Нафтогаз» Украины остается только одно – получение прибыли за счет хозяйственной деятельности. То есть мы прекрасно понимаем, что драть будут в три шкуры. Без вариантов. То есть вместо того, чтобы «Нафтогаз» выступал в качестве балансирующего фактора, ну вот я вам приведу очень хороший пример, чтобы сразу станет понятно, что я имею в виду. Как у нас национальный банк, когда он выходит на валютный рынок, в том случае, когда начинаются резкие колебания. Ну то есть либо нехватка валюты, либо дефицит, либо профицит валюты, то есть избыточное предложение. Он либо скупает, либо продает. Таким образом он стабилизирует курс гривы. Вот то же самое, по идее, в той же роли должен был выступать НАК «Нафтогаз» Украины. То есть когда он видит, что цены на украинской бирже начинают резко подниматься вверх, он выходит и продает ресурс украинской добычи. Таким образом выравнивает цену, то есть для того, чтобы мы не привязывались к европейским ценовым котировкам. Либо же в противном случае просто не выходит на рынок. Он сохраняет баланс. Тогда мы с вами бы не говорили о том, что цены 8-9 тысяч, но это уже реальность по сути дела, 8-800 от «Киевгаза». Это реалии, в которых нам с вами в ноябре месяце придется жить и платить по декабрьским платежкам. Я думаю, что по другим компаниям будет приблизительно где-то так же. Соответственно, то, что в логике, когда задумывался газовый рынок, и предполагалось, что это будет спрос и предложение выровнять цену, как оказалось, нет. Достаточно на рынке одного монополиста, который будет играть не по правилам, для того, чтобы все остальные компании либо обанкротились, либо это привело к ситуации, когда население просто будет не в состоянии, то есть будет рост задолженности. Реально будет рост задолженности за потребленные энергоресурсы. Так если смотреть статистику, у нас и так растет задолженность из года в год. А у нас там, опять же, очень просто. Когда мы говорим о долгах, например, теплокоммунэнерго, даже у вас мы говорили, два месяца этой истории точно, что подан законопроект Кучеренко в Верховную Раду относительно списания этих 70 миллиардов долгов, которые возникли из-за неправильного определения норм потребления и практически искусственно созданные долги предприятий коммунальной энергетики. Ни слуха, ни духа по поводу этого закона. Зато «Нафтогаз» предлагает альтернативу. Говорит, давайте мы все эти вопросы решим либо за счет потребителей, внесем в тариф, либо за счет потребителей только косвенно вы эти деньги перечислите «Нафтогазу» из государственного бюджета. Вот такая ситуация. Валентин, вот просто как раз наши зрители очень часто жалуются, правильно ли я понимаю, что это та история, которую вы уже прокомментировали, что начисляют долги за газ задним числом и объемы пересчитывают с учетом температурного коэффициента, говоря, что на самом деле газ использовали больше, чем показал счетчик. Это история? Это немножечко другая история. Это вопрос учета объемов газа. Кстати, соответствующий законопроект тоже есть в Верховной Раде. Для того, чтобы раз и навсегда снять вопросы, в том числе, кстати, вот этих долгов по морозным коэффициентам. Это та же история. Просто ее нужно решать комплексно. То есть не просто списать долги, а еще нужно, если хотите, унифицировать систему учета, приведя ее в соответствие с европейскими нормами. Ничего сложного не будет. Помните, была дискуссия большая относительно, а если будут считать не в кубах, а в киловатт-часах, а как это будет. Ничего страшного не будет, у вас платежки приходят уже с пересчетом в киловатт-часы. Вы все равно будете платить за потребленный объем. Но, если приведут к стандартным условиям, вот это же морозный коэффициент, это называется приведение к стандартным условиям. Так вот, если приводить к стандартным условиям европейского образца, получится, что потребитель будет платить меньше, чем у него набежало газа по счетчику. То есть получится абсолютно обратная картина. Не больше, как сейчас происходит с морозными коэффициентами, чем посчитал счетчик, а меньше, чем посчитал счетчик. Тут никакой магии, никакого обмана. Это физика процесса. И, соответственно, просто правильный учет потребляемых энергоресурсов. Но снова-таки вернемся к нашей Верховной Радио. У нас же парламентская президентская республика. Это же вопрос, который должны решить те же самые слуги народа. Это в их компетенции. Кстати, вот закон о списании долгов подан Кучеренко, но среди соавторов указан Рахами. Какие проблемы проголосовать данный законопроект? Какие проблемы проголосовать законопроект о европейских правилах учета газа? И самое главное, это вопрос возвращения контроля над нафтогазом Украины. То есть правительство сейчас дает вольную Коболеву, вольную нафтогазом Украины. То есть вы как бы свободны делать все, что захотите на внутреннем рынке. Мы не видим. Мы закрыли глаза, мы в домике, нас здесь нет. Но я боюсь, что вот ноябрьские платежки могут очень сильно качнуть ситуацию, в первую очередь в регионах. И в целом в сфере, ну, раньше топливно-энергетического комплекса это называлось, ну, скажем так, в сфере теплообеспечения, если хотите, обеспечения энергоносителями. Потому что предприятия начнут просто обанкротиться. У них не будет оборотных средств, если будет резкий рост задолженности потребителей перед предприятиями теплокоммунэнерго, а те, в свою очередь, задолжают как поставщикам, так и в конечном итоге нафтогаз Украины. Выглядит как патовая ситуация. Просто вспоминаю, Валентин, что мы с вами очень много раз в наших эфирах говорили про социальный взрыв и что он будет осенью этого года. И мы увидели коронакризис, много людей потеряли работы, те, которые остались без работы, тратили свои сбережения. И сейчас мы вошли в отопительный сезон, и вы говорите о том, что платежки будут, мягко говоря, шокировать украинцев. Можно ли говорить тогда о том, что мы приблизились все ближе к этому социальному взрыву? Ну, я боюсь, что да. Просто вопрос в том, что Майдана не будет. Давайте очень четко понимать, что это будет саботаж. Это гораздо страшнее. Потому что саботаж по платежам с последующей попыткой восстановить платежную дисциплину, то есть даже если мы говорим о смене власти и придет кто-то другой, не будем сейчас гадать на кофейной гуще. Представим себе, пришел идеальный политик, или команда политиков, которые готовы построить систему минимально коррумпированную, я не говорю не коррумпированную, то есть мы с вами живем в реальном мире, но минимально коррумпированную, которая будет нацелена на восстановление государственных институтов. В целом, то есть восстановить платежную дисциплину это будет настолько трудно. Мы же с вами сейчас говорим о том, что в принципе это все в руках как парламента, так и правительства, не допустить возникновения этой ситуации. А такое впечатление, что парламент и правительство абсолютно сознательно действуют вот с точностью до наоборот. То есть еще более, подбрасывая еще больше дров и без того взрывоопасную ситуацию в регионах, которая сложилась уже с коронакризисом. Ну, речь не только о тарифах и ценах на энергоносители, речь о медицинском обеспечении и о финансировании медицинского обеспечения, о финансировании программ. А речь идет о рабочих местах, то, о чем вы сказали, потому что ведь коронавирус бьет, точнее карантин, бьет в первую очередь по наименее защищенным слоям, то есть людей не просто малоимущих, а людей, которые занимались самообеспечением. То есть пытались как-то выжить в этой ситуации, не требуя ничего у государства, а в основном это была сфера услуг. И государство не создало рабочие места, скажем, в каких-то конкретных промышленных и производственных, не знаю, центрах, зонах, ну, просто заводах, да, банально говоря. Ну, вот, что меньше бы ударило, безусловно, по людям, которые, если бы они работали там, чем занимались, так сказать, там, не знаю, каким-то мелким бизнесом, те же самые рестораны, те же самые услуги, которые предоставляются населению, потому что, естественно, они страдают первыми, они попадают под удар первыми. Видите, Валентин, если почитать новости о нашем правительстве, как раз все деньги идут в дороги, Кабмин забрал, либо, как нравится, перенаправил, почти 62 миллиона гривен, эти деньги пойдут на дороги на Львовщине, забрали у онкобольных, которые были специальной программой для них направлены. Почему весь бюджет коронакризиса, онкобольных, уходит на дороги? Неужели это настолько поможет украинцам? Вы знаете, у нас настолько бестолковая пресса, что они воровать даже не умеют. У них, они единственную схему, которую знают, это на дорогах. Откаты на дорожном строительстве. Вот этим они и за ним. Почему, собственно говоря, такие деньги направляются туда? Ну, давайте объективно. Тот же Зеленский говорил о необходимости достройки там атомных энергоблоков. Я вам хочу сказать, что достройка одного атомного энергоблока, ну, помимо того, что это достаточно большой объем денег, это порядка полутора миллиардов долларов, которые необходимо вложить. Ведь это запуск всех смежных отраслей. Вы же не будете импортировать стройматериалы или то оборудование, которое можно произвести на украинских предприятиях, пока они еще живые, пока они не умерли окончательно. То есть вы бы могли запустить, как бы, ну, по цепочке, дав рабочее одно, одно рабочее место на строительство там энергоблока, дало бы 3-4 рабочих места, ну, то есть мы, и, соответственно, как бы, добавлено, создание добавленной стоимости для украинской экономики. Мы бы получили уже в хорошем смысле цепную реакцию, которая позволила бы действительно дать какой-то реальный толчок и для создания рабочих мест, и для снятия напряжения социально-экономического, и для запуска ряда украинских предприятий. Вот это была бы логика, вот это была бы большая стройка. Ну и плюс, не говоря уже об обеспечении энергетической безопасности, хотя я бы заменил это на термин энергетическая стабильность, потому что сейчас об энергетической безопасности, по-моему, речи вообще не идет. Ну, то есть у нас это пропало, потому что мы проскочили энергетическую безопасность, у нас сейчас речь как бы уже на грани выживания, да, то есть обеспечение энергетической стабильности, чтобы мы с вами не остались с буржуйкой и лучинкой. Вот о чем необходимо говорить, о чем необходимо думать, и куда необходимо направлять средства. Но там много не украдешь. Ну, на строительстве энергоблока не получится просто. Ну, что туда будут привлекаться в том числе и иностранные подрядчики, и это все будет находиться под контролем международных организаций, таких как МАГАТЭ. Вот будет грустно. А с дорогами чего? Нашли, как бы, например, турецкого подрядчика. Ничего не имея против турецких подрядчиков, они строят прекрасные дороги. И договорились, что будет еще там десяток субподрядчиков. И вот вся прибыль седает, по сути дела, как бы на десятки вот этих субподрядчиков, на импорте материалов, которые уходят тоже через соответствующие фирмы. В итоге, как бы, ожидаемые в бюджете или обещанные, даже не ожидаемые, слуги народа постоянно говорили, мы вернем в бюджет по 7 гривен с каждой вложенной гривны. Я им постоянно привожу пример по поводу дорожного строительства господина Гройсмана, когда в бюджет возвращалось 2,5 копейки с каждой вложенной гривны. Я не уверен, что слуги народа вернут хотя бы даже такую сумму 2,5 копейки с каждой вложенной гривны. Поэтому, извините, это банальная коррупция в государственном масштабе, которая ставит под угрозу, по сути дела, все сферы жизнедеятельности, в первую очередь, сферу здравоохранения, то, о чем мы с вами сейчас говорим. Валентин, ну и хотелось бы, конечно, отдать понимание украинцам, на что стоит рассчитывать в плане субсидий и пенсий с выплатами как в этом году, так и в следующем, учитывая, что за государственный бюджет 2021 еще даже не проголосовали в первом чтении. Скорее всего, ну по субсидиям там в проекте было сокращение и, в принципе, оно предполагалось ранее, поэтому я не думаю, что здесь что-то категорическим образом поменяется. Более того, говорили же о поднятии минимальной заработной платы. То есть, о чем мы с вами говорим? Мы с вами говорим о том, что количество людей, которые имеют право претендовать на субсидию, будет снова сокращено. Это происходит, в принципе, из года в год. С момента начала так называемых рыночных реформ, а по факту грабежа, извините, я понимаю, что это очень пафосно звучит, но это грабеж украинского населения. Если мы с вами говорим о том, что тарифы или там цена на газ в отопительный сезон снова поднимается в 10 раз больше, чем это было в 2013 году. У нас не было роста дохода в 10 раз, ну чтобы хотя бы сопоставить. Или хотя бы в 5 раз по сравнению с тем периодом. Ну то есть абсолютно нелогично, что мы с вами должны платить по европейским ценам, имея украинские зарплаты. Причем я не говорю там даже о западной Европе, хотя бы о восточной Европе, хотя бы уровень Польши. Но у нас есть министры социальной политики. Неужели нет никаких полномочий, нет никакого диалога в правительстве, чтобы он объяснил вот эти простые вещи, которые вы нам сегодня рассказали? Слушайте, ну у нас были министры социальной политики, вице-премьеры, там вот, теперь они ходят по эфирам, господин Розенко и господин Рева. И рассказывают, как нужно было сделать. И как нужно защищать. Показывают, как нужно жить на свете. Они понесли какое-то наказание. И при всем моем уважении господин Рева говорит, я все делал правильно. У Розенко та же самая, мы все делали правильно. К нам, вот к пуговицам вопросы есть. Хотя никто не виноват. Коллективная безответственность, отсутствие какого-либо наказания. Да, на видворотности покоран. Его нету. Делай что хочешь. Твори что хочешь. Грабь, воруй, убивай. Вот. Тебе все спишут. Ты там либо прикроешь с этой, что ты участник АТО, либо герой Майдана, либо еще что-то. Либо в правительстве работало. И то, и другое, и третье. Ну, как бы вся вот эта вот мнимая борьба с всякой коррупцией и прочими вещами закончилась одним большим пшиком. Причем это не только в каденции Зеленского это пять лет Порошенко. Ни одного громкого дела, которое мы с вами видели, слышали и следили, ничем не закончилось. Либо не дошло до суда, либо развалилось в суде. Либо так, либо так, либо так. Поэтому министр социальной политики, но у нас глава комитета социальной политики ярко. Что же говорите о министре социальной? Здесь вопрос не к министру социальной политики. Это вопрос в целом к правительству, к формированию вообще бюджета и к формированию социальной политики по отношению к украинским гражданам. Это первое, ключевое, наверное, условие вообще функционирования всего Кабмина целиком. Мы создаем, люди создают государство, община или общество, если хотите, создают государство для защиты общих интересов. А у нас получается так, что наша власть воюет со своими собственными же гражданами, причем продолжается это шестой год и господин Зеленский удачно подхватил выпавшее из рук Петра Алексеевича знамя, как бы гордо понес его с надписью «Армия Мова Вира». Вот все, что нам предлагают вместо выполнения тех обязательств, тех обещаний, которые давали нам и слуги народа, и господин Зеленский. На этом, Валентин, мы ставим три точки, потому что хочется с вами подробно разобрать уже анализ государственного бюджета на следующий год после голосования в первом чтении. Я вас благодарю за интересную беседу и будем надеяться, что социального взрыва все-таки не будет. Валентин Землянский был на Политека Онлайн. Спасибо, что смотрели нас и не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.